Здравствуйте! Сегодня решим задачу на наследование дальтонизма. Дальтонизм это заболевание, которое вызывает нарушение цвета ощущения. То есть, когда человек вместо красного видит зеленый или вместо зеленого какой-то другой, тоже красный. Это так называемое сцепленное полонаследование. Их сцепленное наследование. Значит, у человека, задача 207, у человека ген цветовой слепоты, дальтонизм, рецессивен и находится в Х-хромосоме. Доминантный аллель этого гена обуславливает нормальное цветовосприятие. Игры хромосома этого гена не имеют. Какова вероятность рождения детей с нормальным цветовым зрением в семье, где мать дальтоник, а отец нормально различает цвета? Если будут дети дальтонники, то кто? Сыновья или дочери? Нужно привести пример решения. Для этого мы записываем решение. Так, ну чтобы нам вместе с вами как бы решать эту задачу, вам нужно взять с собой чистый листочек и ручку или карандаш. И приступаем. Для, значит, обозначение гена у нас уже есть, да? Вот это вот Х. Мы и тут записываем. И здесь записываем, значит. Так. ХД. Дальше. ХД малое. ХД малое. Ну, в общем, вот так вот записываем. И здесь потом пишем, значит. Это будет доминантный ген. Ген нормального цветовосприятия. Цветовосприятия. Ну, а это будет Рецессивный ген. Рецессивный, значит. Ген. Это будет ген. Так. Ген дальтонизма. Даль-та-ни-з-ма. Ну, что ж. Нам дано, что в брак вступает, значит, мать, дальтоник. То есть. И отец с нормально различающей цвета. Значит, для этого оно можно еще дополнительно записать. Я вам не буду сейчас оттуда вот мучиться писать. Я вам скопирую просто вот уже. Готовое у меня есть. Вы просто перепишите. и вот сюда. То есть, вот сюда вот. Вот у нас получится так вот. Давайте разберем. Что мы видим? Нормальное зрение, дальтонизм, женщина-дальтоник, мужчина-дальтоник, два, две доминантные, два, две доминантные релизность. Женщина нормально различает цвета. Одна, это гетерозигота, значит, женщина нормально различает цвета. И она является носительницей геногемофилии. Мужчина нормально различает цвета. Ну, вот еще не хватает у нас мужчина-дальтоника, да? Давайте запишем. Так. Так вот. Вы пока вот это все переписываете и вот это, кажется, это у нас. А вот у нас есть мужчина-дальтоник. Ага, есть. Вот. Женщина-дальтоник, мужчина-дальтоник. А это кинотипы нормально различающих цвета. Это мужчина, а это женщина. Это женщина-носительная. У нас по условию задачи дано, что мать-дальтоник, а отец нормально различает цвета. Значит, для этого нужно написать схему скрещивания. Пишем схема скрещивания. Так. Родительские особи вот так вот обозначаются. П большое, значит. И указывает первое указывается женщина. Женщина у нас имеет вот этот вот генотип. Так, вставляем. Потом пишем знак скрещивания. Знак скрещивания. И мужчина. Мужчина у нас здоровый, да? Ну, если здоровый, то вот этот его будет. Инотип. Ага. Вот так вот. Следующая строчка. это гамет. Ну, здесь будет один тип гамет, Потому что обе преобразования гамет, хромосомный набор делится пополам. Понимаете? Если половых и 2, значит, будет одна. в гамете будет по одной хромосоме. А здесь у нас значит, будет нести, смотрите, вот x. Вы теперь вот это пишите. Так. Так. И вторая гамета будет, это будет гамета y. Вот она. Записали. Все правильно. Следующая строчка. В ней мы располагаем эти самые генотипы. Генотипы потомства. Обозначается буквой f цифра 1 так. В верде очень удобно ставлю индекс. Вот. Нижний нижний, да? Фик, нижний индекс. Мы начинаем скрещивание. ну, у нас вот вот этот сперматозой сливается с сельцеклеткой. Так. У нас получается вот такая вот комбинация. Я копирую, а вы пишите. Так. ну, таких комбинаций здесь возможно две. Вот раз, два, значит два варианта. И вторая будет x, d, y. так. это вот смотрите. Ну, так как их будет поровну, по 50% каждый. Вот и записываю. 50 процентов. И следующий вариант это тоже 50%. 50%. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что образуется два генотипа. Вот. По равному равное количество двух генотипов. мы запишем наблюдаем наблюдаем два типа генотипа. Точка. Понятно? Какое расщепление по генотипу? 50 на 50 это как один к одному. Значит пишем рас расщепление по генотипу. И пишем один относится к одному. Все понятно? Следующая запись пишется это фенотип. Пишем фенотип. Написали? так ну и точно. Ну и выделяем жирным шрифтом. Если вы в тетради пишете на листочке то это не надо. Так. Вот я рекомендую тут как вот этот смотрим вот это что за фенотип будет. Здесь будет девочка да какая здоровая девочка. Девочка будет здоровой но будет носительница. Да? А здесь будет значит мальчик все мальчики будут больные гемофилией. Значит давайте чтобы удобно было я рекомендую вот так писать. Копируете если вы будете в Верде работать. Ну а вы записываете непосредственно вот так. Так вот значит здесь здесь у нас что у нас будет здесь женщина нормально различает цвета носительница гемофилии. Носительница гемофилии. Вот так вот. столбик выстраиваем и у нас получается мальчик это мужчина дальтоник. Да? Значит мужчина дальтоник. Дальтоник. Теперь смотрим что наблюдается. Наблюдается два фенотипа. Я тут копирую а вы пишите. Наблюдается два типа фенотипа. Если так это можно и не писать. Я рекомендую лучше запишите. Наблюдается два типа фенотипа. Ну чтобы не отделять так как я наблюдается два типа фенотипа. То есть мы наблюдаем два типа генотипа и два то есть наблюдаем следующее что девочки все здоровые но носительницы а мальчики все страдают дальтоником. Значит в браке мужчины дальтоника ой в браке здорового мужчины с женщиной дальтоником все мальчики рождаются дальтониками а девочки рождаются здоровыми но все являются носительницами этого гена. Ну вот я тут я думаю это вывод сразу скопирую меня тут уже есть готовый чтобы лишнее время не занимать пишем выводы семье где мать дальтоника отец нормально различает цвета вероятность рождения детей с нормальным цветовым зрением составляет 50% все девочки являются насительницами гена гемофилии если будут дети дальтониками то все мальчики вот что у нас и требовалось смотрите если будут дети дальтоники то кто сыновья или девочки вот мы привели пример решения задач чтобы было вам видно все полностью хорошо я вот так вот как говорится кегель меньше так вот что у нас получится смотрите решение задачи вот мы полностью его видим да очень хорошо давайте вот это не мешало вот оно все полностью решение задачи данная задача вот будет иметь такое вот решение пишем носить здесь пишем гены доминантные и рецессивные ну а здесь я указал эти генотипы и фенотипы одновременно этого можно вообще не делать если вы уже хорошо разбираетесь вот этого можно не писать так я допустим вырежем да а вот получится ваша такая вот запись вообще короткая запись но это в том случае если вы будете знать как все расписать я все-таки вам рекомендую вот это вот все переписать так вот таком виде значит схема скрещивания представляет собой следующий вариант смотрите вот родительские формы указывается потом указывается гометы и потомство генотипы потомство потом фенотип указывает это будет генотип потомство так значите гомозиготы всегда образуют один тип гомет гетерозиготы образуют два типа гомет все понятно